Готовь сани летом, а телегу зимой. Так уже началась активная подготовка городского хозяйства к работе в следующий зимний период. В этом году в городе Барнауле будет выполнен ремонт, перекладка, модернизация, можно разные слова подбирать. Почти 24 километров тепловых сетей, более 10 километров водопроводных и канализационных сетей, 87 километров электрических сетей. На эти работы ресурсоснабжающие организации заложили более 3,5 миллиардов рублей, плюс дополнительное городское финансирование – более 110 миллионов рублей. Работы всех организаций будут проходить комплексно, чтобы создавать меньше помех для движения. Возможность сокращения сроков, мы будем к этому стремиться. Вся надежда только, конечно, на погодные условия, потому что предприятия и подрядные организации полностью готовы, силы и средства все имеются. В надлежащее состояние приведут особо важные участки города. Это инженерные сети под проспектами Ленина и Красноармейским. Причина не только в аварийном состоянии труб, а больше всего это состояние железобетонной конструкции. То есть у нас под трамваями, под дорожным полотном, по заключению экспертной организации, состояние железобетона уже в неудовлетворительном состоянии. То есть если мы его еще отложим на один сезон, то опасения справедливые или трамвай, или, не дай бог, автомобиль могут, конечно, туда в один прекрасный момент уйти. Поэтому надо эти работы выполнять. На проспекте Красноармейском запланированы работы в районе улиц Песчаны и Попаненцев. На Ленина участок пересечения с улицей Партизанской. Для удобства жителей города при перекрытии участков дорог администрации разработана схема дорожного движения. В последующий мониторить, смотреть более напряженные узлы, точки. И с учетом уже необходимого где-то дополнительно, может быть, менять организацию движения уже на конкретно локальных участках, где мы будем выявлять проблемные точки. Подробно ознакомиться с информацией о перекрытых участках полотна можно будет на официальном сайте и в соцсетях Барнаульской администрации. Завершить работы планируют к первому сентября. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.